Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня наша тема психотипа на работе, кому какой психотип подходит для выполнения той или иной работы и как они себя будут вести. Следующий тип личности это тревожный. Смотрите, с тревожными тоже все неоднозначно. Я тут... вопрос... Какой? Нет, нет вопросов. Ну, какое основное качество, да? Это тревога, это беспокойство. Ему сложно также будет работать на руководящем месте, ему сложно будет работать так же, где, ну, очень много людей. То есть, если это какой-то магазин, к примеру, и он менеджер, и там куча-куча людей на него набрасывается, что-то от него требуют, хотят, узнают, это тоже может повысить уровень тревоги. Идеальная работа для тревожного это какая-то спокойная офисная работа, где его никто не трогает особо. Это могут быть люди, находиться, да, вот эти вот американские ячейки, да, которые нам все в фильме показывают. Вот ставите тревожному в эту ячейку, даете ему какие-то там, в зависимости от его интеллекта, уже будет сложные или не очень сложные задачи. И он тихонечко работает. Самое главное, что если он работает коллектором, вот как вы думаете, то есть сможет он работать коллектором, звонить, наезжать там на людей, когда они на него наезжают. Нет, конечно, он тревожный, у него чувство тревоги. Ну, продавать 50 на 50 прям, если это чисто тревожный, тоже неудачно будет получаться. Но если это бухгалтер, допустим, если это какая-то работа с цифрами, работа с бумагами, работа по аналитике, он вполне может ее выполнять. При условии, если его не гнобят, его не должен гнобить коллектив, это будет вызывать у него психологическое, во-первых, расстройство, чувство тревоги повышать. И, соответственно, понижать его эффективность на работе, если вы наняли такого сотрудника или такой сотрудник у вас работает. У него должны быть комфортные условия труда в плане того, что они не должны нарушать как-то его здоровье. То есть, если он там начнет болеть как-то, ну, какой-то такой труд, который косвенно или напрямую будет сказываться. То есть, ну, допустим, там у меня была клиентка, пациентка, элементарно она постоянно простывала, потому что офисное помещение, и там постоянно, в общем, работал кондиционер. Она уже начала бояться этого, там, кондиционера, этих каких-то форточек. В общем, сформировалось такое чувство тревоги по отношению к ним. Ну, и, в общем, она там бросила эту работу в итоге. Вот, и работал нерегулярно, выходил на больничные, они очень психосоматически сильно начинают болеть. То есть, если эпилептоид, вот он простыл, не простыл, он пришел на работу, не обратил на это внимания, если тревожный заболел, все, он погрузился в эту болезнь, он в нее углубился. И, соответственно, не нужно позволять тревожным как-то сильно болеть. Нужно их немножечко отвлекать от этого, создавать для них комфортные условия труда, и, соответственно, тогда они будут работать идеально. Им подходит работа дома вообще, чтобы их вот никто не трогал лишний раз. И какую-нибудь отчетность тогда они будут сидеть, пилить тебе спокойно, вообще без всяких проблем. Следующий тип личности – парнояло. Парнояло есть сверхценная идея, вы ее должны уметь вычислить. Быть готовым, быть организованным, приготавливать себя до единственного момента в его жизни. И эта сверхценная идея должна совпадать с теми задачами, которые вы перед ним ставите. Очень здорово, если сверхценная идея сформировалась, допустим, насчет денег, вы ему говорите, ну, у нас продажи, чувак, нужно продавать, мы тебе деньги будем платить, все классно. Он выучит идеально название товаров, вообще все, что нужно, и будет прекрасно работать. Но если сверхценная идея, вспоминаем фильм «Таксист» с Робертом Де Ниро. Сверхценная идея, допустим, вы его ставите на такси, там, работать, быть, там, вежливым с клиентами и так далее. А у него сверхценная идея меняется, да, вот как в начале фильма у него вроде бы деньги, да, была сверхценная идея. А потом он поплыл в сторону, допустим, причем, ну, это в патологическом плане, все это может меняться. Обычно сверхценная идея, она очень жестко, стабильно зафиксирована у Проноял. То есть ее можно отследить, в принципе, при желании выявить. То есть, но если вот она не соответствует, как он начал осуждать, да, каких-то людей, там, выявлять вот этих бандитов, преступников, в сторону вот этого вот поплыл, да, такого этого Бэтмена, значит, в чем смысл? Вот если, соответственно, он на работе занимается реализацией этой идеи, к примеру, сел к нему, да, человек, он ему эпилептоид какой-то, он ему нахамил грубо там со своей женой разговаривает, он его, он с ним в конфликт, потому что у него сверхценная идея, там, защищать обиженных каких-то людей, еще что-то, ну, представим такое, да, то есть вот как в фильме «Таксист», ну, теоретически вот что-то, если нечто подобное, схожее, да, то есть или он там, к примеру, коммунист, ну, теоретически представим, что вот у нас есть Проноял, коммунист, он работает в такси, к нему сел какой-то чувак, который постоянно с ним начал там какой-нибудь гипертим, который в продажах работает, и он ему что-то там начал про коммерцию, еще что-то рассказывать, как-то впаривать эту идею, еще как-то этого может это оскорбить, будет конфликт. Вообще параноики, они склонны к некоторым конфликтным ситуациям, поэтому здесь нужно выявлять сверхценную идею, чтобы не было таких сверхценных идей, которые будут противоречить вашему бизнесу и тому, ну, где у вас этот человек находится, то есть он должен совпадать своей сверхценной идеей с теми задачами, которые перед ним ставятся. Такой вот параноик, а так они прекрасно, совершенно прекрасные руководители, если сверхценная идея формируется, а это очень часто бывает на фоне их профессии, то есть если он врач, если он в МВД работает, если он просто какой-то руководитель, у него сверхценная идея, бывает такое то, что она формируется на фоне психики его, да, то есть он, допустим, начинает как-то, ну, представим, что он, к примеру, за какую-то организацию сильно болеет, да, вот фитнес-центр наш, чтобы он был самым лучшим, мы тут закачалку и так далее, все будет просто прекрасно. Но бывает, как вот, допустим, я работал в фитнесах, сверхценная идея у человека, нужно там накачать большие мышцы, стать супер-бодибилдером, а его ставят руководителем, а он вместо того, чтобы руководить людьми, бицепс днями и ночами качает, понимаете, ему пофигу на то, что у него там тренера без майок ходят, еще что-то делают, то есть основная его задача становится накачка мышц, ну, и остается накачка мышц, и это не самый лучший руководитель в этом плане, то есть он будет оценивать даже своих сотрудников через призму своих сверхценной идеи бодибилдинга. Если человек любит бодибилдинг, качает мышцы, молодец, может ходить без майки, там еще что-то делать, потому что, ну, какая задача? Задача-то основная – мышцы всем накачать, а не бизнес-прибыль, да, получается, бизнес-сетки, да, с основной, не реализация материальных благ, а накачка мышц, и он будет все делать через эту призму накачки мышц. Поэтому, если у человека сверхценная идея, допустим, бодибилдинг, нужно оставить его в этом бодибилдинге, и, ну, если есть такая возможность сформировать для него максимальные, да, условия, чтобы он просто мог, ну, комфортно для себя, качественно качать мышцы и реализовываться, в этом будет прекрасная реклама вашего фитнес-клуба, что у вас тут знаменитый бодибилдер занимается, там займет все призовые места, да, и будет величайшим спортсменом. Следующий тип личности – это гипертим. Смотрите, у гипертимов очень сильная нейронная активность, они очень большие экстраверты, и в случае, как с истериком, у них, ну, как бы будет нефиксирование на четко поставленных задачах. Если у истерика слабая психика, и просто он не может долго находиться, вот как бы в плане усидчивости, да, много информации усваивать, но он может еще и скопировать, да, на себя принять какой-то образ, и как бы немножечко его отыгрывать, взяв какие-то только элементы из этого образа, а не полностью, ну, то есть, знаете, как вот, как в том выражении – лучше быть, но не казаться. То есть, для истероида это будет наоборот, все, лучше казаться, а не быть. А, соответственно, для гипертима у него немножечко не такая ситуация, у него другая ситуация, он как бы соскальзывает постоянно на другую тему. То есть, он настолько подвижен, вот настолько он в движухе в своей, настолько мозг часто переключается, что он просто не может зафиксироваться на какой-то конкретной идее. В чем плюсы и минусы? Смотрите, если мы его ставим на усидчивую работу, где нужно, там, делать долго одну и ту же операцию, да, там, там, аппендикс вырезать, следить за мониторами, работать с кайпелем, все это сосредоточено. Конечно, как эпилептоид, он с ней не справится с такой работой. Но если мы ему говорим, чувак, нужно объехать 20-30 клиентов, передать им какую-то короткую информацию или, там, попытаться продать какой-то товар, то, конечно, он с этим более-менее нормально справится. Особенно там, где нужно общаться с людьми. Они очень такие компанейские, простые ребята. Очень часто они достигают, ну, плюс-минус, в зависимости тоже от их интеллекта, в каких профессиях успеха. Они очень неплохие, риэлторы, то есть, вот он приехал. Я передумал, я не буду продавать. Понимаю. Судорожно цепляться за ускользающее, это естественно. Это здание, все, что у меня осталось. Если продам его, я буду... Свободны. И это вас пугает. Я понял. Хорошо. Ходили в этом году? Где взять время? Да, мой отец совершил кругосветку. Да. Счастливчик. Да, как Хемингуэй. Только море и он. Знаете, это всегда было моей мечтой. Какие с ним были истории. Шторм у берегов Африки. У берегов Африки? О, да. Море было тихим, он шел своим курсом, и вдруг... БА! Шестиметровые махины начали обрушиваться на нос. Отец балбовал моряком, но таких волн он не видел. Штормовой ветер. Прямо из ноздрей дьявола гонял его яхту, как резинового утенка. Брызги летящие в лицо кололи, как иголки. И вдруг порыв ветра сорвал парус грота. Отец был обречен. И что он сделал? Что он сделал? Да. Он крутанул штурвал. Поднял кливер. Завязал морской узел. Когда он выбрался из шторма... О, боже мой! О, боже мой! Что? Невероятно. Но это есть. Ну что это? Голубой кит. Как нежный гигант. Великолепнейшее создание на земле. Как же это красиво. Видите? Его кожа блестит на солнце. Радуга. В брызгах его фонтана. Когда-нибудь вы это увидите. Стойте. Соответственно, на какой-то объект его показал. Ему не сложно. Он прыгнул в машину. Другой объект его показал. Вот он прыгает, бегает, суетится. В общем, совсем по-капанейски здоровается, обнимается. В общем, троторит безумку. Это вот все гипертим. Он очень активный. В нем куча энергии. Но он может постоянно соскальзывать. И он может затусить. Затусить где-то, увлечься этой тусовкой. Пропадет у вас на неделю куда-нибудь. Вот. И из-за того, что он постоянно соскальзывает и постоянно что-то может забывать. Он может забыть ключи от машины, еще что-то, не вовремя приехать. Это вот их минусы. Поэтому, соответственно, на таких работах, где четкая ответственность требуется, как это пелептоидам, им сложно будет работать. Но там, где нужно просто много выплеснуть энергии, насуетиться, сделать кучу разных дел, это вот их прям стезя. То есть, ну, они неплохо, в принципе, справляются с такими работами, как ведущий свадеб каких-нибудь там, еще что-то. Они вот повеселиться, с народом затусить, как-то народ повеселить, посмеяться. Это вот прям все про них. Кстати, тамада тоже прекрасный, тамада из гипертимов выходит. Напишите мне сами, исходя из того, что я вам наговорил, какие вы профессии думаете, какой психотип справится с этими профессиями, какой нет. Я чуть позже, может быть, отвечу вам в комментариях или даже сниму отдельный видеоролик, правы вы или нет. Ну и вообще пишите ваши вопросы. А я жду вас на своих консультациях по скайпу, ну и в других социальных сетях и в месседжерах на консультациях онлайн. С вами был Кравцев Сергей, Medical Fitness. Спасибо, что подписались на мой канал.